Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Для того, чтобы хорошо понимать, уж тем более говорить самому на иностранном языке, нужно обращать внимание на нюансы. Например, глаголы to get и to take очень похожи по значению. В офисе, например, do you take a message or do you get a message? На самом деле, оба предложения верны, но у них совершенно разный смысл. Take and get действительно могут иметь одинаковое значение в одном контексте и совершенно разное в другом. Сейчас будем разбираться. Очень часто выбор между get and take зависит от того, насколько активен субъект и как много людей нужно вовлечь, чтобы совершить действие. Субъект совершает активное действие сам, и ему никто не нужен, чтобы это совершить. С get – субъект чаще принимает что-то от другого человека, нежели берет сам. Сейчас покажу на примерах, и сразу станет понятнее, о чем идет речь. Мы используем take – когда? Номер один. Берем или забираем что-то физически. То есть, я тебе говорю, да, возьми мою визитку и звони, если будет вопрос. Физически возьми. Если вам нужна больше информации, пожалуйста, возьмите физически. Возьмите флайер. Я предпочитаю принимать душ по утрам. Ну, здесь устойчивое выражение, во-первых. Во-вторых, это активное действие, которое ты сам совершаешь. Душа без помощи других людей. Ну, если с помощью, это уже совершенно другая ситуация. Сейчас кому что фантазия позволила представить. Если головная боль не пройдет, прими таблетку, да, прими, возьми. Возьми зонт с собой. Может быть, позднее будет дождь. Второе употребление take. Взять что-то с разрешения или без. Сейчас тут важно будет. Тот мужик увел мою машину. Взял, забрал, пока я была на конференции. То есть, из этого контекста мы видим, что тут тачку взяли без спроса. Скорее всего, украли. Поэтому надо быть осторожным в использовании get and take. Например, смотрите. Если ты you got a new phone, это значит, что ты либо пошла, купила себе новый телефон, либо тебе подарили, ты получила в подарок. А вот если ты took a new phone, ты где-то взяла, украла новый телефон. Поэтому, внимание, не путать take и get. Это важно. Take также используется, когда вам надо перенести, отнести, отвезти что-то куда-то. То есть, возьми и отнеси эти копии в переговорную, пожалуйста. Мне надо отвезти или отвезти дочь в школу. Когда ты приедешь в Нью-Йорк на конференцию, я отведу тебя на обед в какой-нибудь хороший ресторан. Теперь давайте посмотрим на get. Он более общий и значение у него более широкое. Например, получить что-то от другого человека, как в случае с телефоном. Она так счастлива, потому что получила повышение. Я получила очень хорошие баллы за тест, или даже я набрала очень хорошие баллы. Что тебе подарили? Что ты получила на годовщину? Я оставила свой телефон на барной стойке или на прилавке, и он теперь в бюро находок. Надо сходить, забрать. Видите, глагол get можно перевести очень по-разному на русский, но смысл примерно одинаковый. Смысл укладывается в какие-то рамки, а вот русский перевод – это уже ваше личное решение. Следующее значение get – это купить, раздобыть, достать что-то. Где мне взять костюм для ивента? Или где купить, например. Нам надо найти, достать проектор для конференц-зала. Следующее значение работает в конструкции get плюс прилагательное. Тогда становится, смысл похож на слово become, то есть становиться, менять состояние. Например. Разозлиться get old – постареть, поменял состояние, был молодой, стал старый. Get angry – был нормальный, стал злой. Get hungry – был сытый, стал голодный, проголодаться. Get tired – устать и так далее. Если стемнеет, мы вызовем такси. Мне раньше нравились ивенты, где можно познакомиться с нужными людьми. Похоже, я старею. Также get переводится как понимать что-то. Все мы знаем, да? I got it, я поняла. Я объяснила новое правило маркетолога, но, честно говоря, не похоже, что он понимает. О, до меня дошло, теперь я понимаю, что ты имеешь в виду. Теперь давайте вернемся к двум предложениям из самого начала. Get a message или take a message. В офисе, да, идет у нас. Сравните. Здесь смысл такой То есть Анны сейчас нет, и вы можете сказать, что да, давайте я запишу, а потом передам. То есть I'll take information, я информацию возьму и передам. То есть этим утром я получил какое-то сообщение от Тивлида. В первом примере мы как бы взяли инфу, чтобы передать, а в втором мы получили информацию от другого человека. Давайте сделаем небольшой тест, я буду говорить вам предложение, вам нужно будет ставить take or get. Ответы будут в конце, можете ставить на паузу. Ваш вариант? Ваш вариант? Ваш вариант? Итак, отложите ручки, все все записали. Проверяем ответы. Первое предложение. Я миллион раз прочитала сообщение, все равно не понимая, что там или о чем оно. Я ничего больше не могу вам предложить. Вы либо это забираете, либо уходите. Куда ты меня поведешь? Когда я приеду с визитом или приеду погостить к тебе в Тель-Авив. Там облачно, а может быть взять зонтик? Здесь вот было такое с подвохом, здесь нужно было еще ing добавить к слову. Получить повышение не должно быть таким сложным. Здесь была подсказка through, get through, это значит дозвониться до кого-то, да? Я пыталась ей звонить несколько раз, но безуспешно. Пишите в комментариях, сколько правильных ответов получилось. И до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok